МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. И смотрите сегодня. Новосибирск посетила делегации из Финляндии. Как может развиваться сотрудничество между финскими компаниями и сибирскими предпринимателями? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему в Сибири падает производство пива? Участники специального форума обсудили самые актуальные проблемы рынка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В наш город с гастролями приехали артисты Государственного академического малого театра. Чем они порадуют новосибирского зрителя? А теперь подробнее об этих и других событиях. Посол Финляндии с делегацией бизнесменов посетил Новосибирск. По его словам, финская сторона заинтересована в деловых контактах с сибирским регионам. Как это сотрудничество может развиваться, несмотря на экономические санкции Евросоюза, выяснила наша съемочная группа. Внешнеторговый оборот Новосибирской области с Финляндией в прошлом году достигал 1 миллиарда рублей. По оценке местных чиновников, это довольно скромный результат. «Мы импортируем технику для добывающей и перерабатывающей промышленности медицинское оборудование». Между тем, потенциал сотрудничества с финнами не исчерпан, заметил во время официальной встречи с послом Ханну Химанином, новосибирский вице-губернатор Владимир Знатков. Финско-российская торговая палата пригласила в поездку несколько представителей финского бизнеса. Гостям есть, что предложить, рассказал посол Ханну Химанин. «Здесь у нас фирма «ЮИТЕК» строительство жилья. Они конкретно заинтересованы начать работу здесь тоже, в Новосибирске. Так что и здравоохранение, есть конкретный интерес со стороны новосибирских властей. И у нас есть что-то предлагать». Новосибирская область заинтересована в первую очередь в привлечении капитала. По словам вице-губернатора, в регионе есть несколько направлений для инвестирования. «Мы готовы помогать и где-то даже гарантировать правительство Новосибирской области для финского бизнеса вхождение в партнерские отношения, в ПЛП – это промышленно-логистический парк, в технопарк, где завтра будет финская делегация. Ну и по направлениям, конечно, энергосбережения, которые для нас безусловно важны». В условиях экономических санкций со стороны ЕС и России работать стало сложнее, признается финский посол. Однако это не повод отказываться от выгодного сотрудничества. «Коммерческие риски оцениваются довольно высокими. И у нас есть в своей системе и кредитирование, и гарантирование торговли конкретных изделий. Это просто надо, скажем, как я сказал губернатору, надо с терпением и стратегически сегодня относиться к ситуации». Новосибирские власти намерены также воспользоваться финским опытом переработки сельскохозяйственной продукции вплоть до создания совместных предприятий. Поэтому даже если мы и не увидим на прилавках магазинов знаменитого финского масла или других продуктов, то, по крайней мере, научимся производить что-то подобное. 27 дачных участков затопило в Качковском районе. Повышение уровня воды в реке Карасук привело к серьезному подтоплению. По данным пресс-службы регионального МЧС, эвакуировать жителей не пришлось. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Чтобы не допустить еще большего затопления на реке Карасук, взрывает лед. Еще одни пострадавшие от подтопления жители дачных домов в районе улицы Тульская вчера после частичного спада воды начали возвращаться в свои дома. Сейчас здесь работают полицейские, они патрулируют берега реки и охраняют имущество жителей. В случае повторного подъема уровня реки люди будут немедленно эвакуированы с места ЧП, заявили в МВД по региону. Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно оформить авиабилеты на перелет по России. Сделать это можно с 10 апреля по 12 мая во всех почтовых отделениях страны. Об этом сообщает пресс-служба Почты России. Согласно указу президента, билет предоставляется не только ветерану, но и одному из сопровождающих лиц. Число поездок не ограничено. Для получения билета нужно сообщить оператору отделения почтовой связи желаемые даты и маршрут перелета, а также предъявить удостоверение и паспорт. С начала года 2000 новосибирских фирм были вынуждены закрыться из-за сложной экономической ситуации в стране. По данным БИС Новосибирск, компании начали прекращать работу еще с ноября прошлого года, и такая ситуация сохраняется и по сей день. Сильнее всего пострадала сфера строительства и ремонта, авто и грузоперевозок, оборудования и инструментов. Нелегко приходится и салонам красоты, и здоровья, продавцам одежды и обуви, ювелирных изделий, недвижимости, а также мебельным компаниям, книжным и канцелярским магазинам. В России, в частности в Сибири, стали производить меньше пива. Большие заводы сокращают объемы. С одной стороны, это хорошая новость, сибиряки будут меньше пить, однако с другой стороны, сокращение может привести к дефициту качественного товара. Что делать и какую цену готовы платить сибирские пивовары за то, чтобы остаться на рынке, эти вопросы обсудили на специальном форуме, который прошел в среду в Новосибирске. Международный форум пивоваров прошел в Новосибирске в рамках пивной ярмарки Сибири-2015. Поговорить в этом году было о чем. Участники форума и представители крупных компаний и небольшие производители так называемого крафтового пива обеспокоены целым рядом законодательных новаций, которые должны вступить в силу в ближайшее время. Это в частности лицензирование, включение пивоваренных предприятий в единую государственную информационную систему ЕГАИС и запрет пластиковой тары. Что касается запрета бутылок из полиэтилен-тетрафтолата, ПЭТ, эта тема обсуждается в России более трех лет. Последний раз российские законодатели предлагали ограничить использование ПЭТ в объеме до половины литра. Однако, по мнению пивоваров, ПЭТ превосходит все прочие виды упаковки – стекло и алюминий. ПЭТ – это не только дешево, но это и удобно в том числе, потому что это единственная упаковка, которая не бьется и с ней ничего не происходит при транспортировке. Поэтому она по своим качествам, как считает пивоваренное сообщество, ничем не уступает, а по некоторым качествам, как цена и удобство в транспортировке, превосходит другие аналогичные виды. По нашему мнению, основной вопрос в том, что на рынке должна существовать свободная конкуренция как пивоваров, так и упаковки. Пивовары высказываются против радикальных ограничительных мер. Они могут сильно повлиять на экономику регионов и страны в целом. Пивной рынок связывает огромное количество заводов, которые производят именно сырье и материалы. А ПЭТ-Тара, реформа, относится непосредственно именно к материалам. Это также сокращение закрытия дальних заводов, сокращение рабочих мест и падение экономики в целом, налоги. Впрочем, в споре с правительством место для компромисса все же есть, считает руководитель Союза пивоваров России. Правительство все-таки приняло сбалансированный подход к этому вопросу. И на основании последних, насколько мне известно, последних договоренностей в правительстве, с середины 2016 года будет запрещено производство пива в пластиковой упаковке свыше полутора литров. По нашему мнению, это вполне адекватный подход, который, во-первых, дает переходной период для того, чтобы пивовары могли к этому подготовиться. Ну и к тому же не такой негативный эффект, как мог бы быть. Что ж, если для потребителей полиэтилен-тетрафталатная упаковка и безопасна, как говорят производители напитков, то для окружающей среды – нет. ПЭТ-бутылка способна сохраняться несколько сотен лет, а переработка ее в России не налажена. Рано или поздно, похоже, от пластика придется уходить. И небольшая наценка за стеклянную тару – вполне приемлемая цена для пивоваров за чистоту наших улиц, рек и земли. Сезон клещевого вирусного энцефалита начался. Три человека уже обратились в медицинские учреждения по поводу укусов. Все случаи зафиксированы в Берске, в Машковском и Советском районе Новосибирска. Специалисты областного Роспотребнадзора напоминают новосибирцам по-прежнему, самой надежной мерой профилактики остается вакцинация. И лучше успеть привиться уже сейчас. Если клещ все же укусил, и моноглобулин необходимо ввести как можно раньше, не позднее четырех дней с момента укуса. Детям до 18 лет его вводят бесплатно. 19 апреля в наш город прибудет автопробег по местам боевой славы Отечества. Его участники проделают путь из Южно-Сахалинска до Севастополя и побывают в 24 городах. Проект направлен на воспитание патриотизма молодежи и укрепление территориальной целостности России. Кроме этого, участники автопробега собирают материалы для публикации книги «История войны от советских ветеранов». В 19 часов вечера автоколонна прибудет на площадь Ленина. Далее участники отправятся в Омск. В здании полка ДПС открылась необычная для такой службы экспозиция, посвященная 70-летию Победы. Для кого ее делали, а также где сотрудники автоинспекции нашли экспонаты, а это настоящее огнестрельное и холодное оружие, военная форма, награды и многое другое, выяснил Александр Булдаков. Трех линейка, ППШ, морской кортик и многое другое. Большая часть экспозиции – самые что ни на есть настоящие предметы обихода, военной формы и оружия. С ним действительно воевали за родину. Это уже история, но та, которую надо помнить. Гид по этой экспозиции, по совместительству психологи БДД, детям пытается рассказать не только подробности о каждом экспонате, но и донести главную мысль. Пока у нас есть такое прошлое, мы сильны духом, мы сильный, великий народ. Уже составляется график посещения экспозиции с школьниками. Хотя здесь будут рады и ветеранам, и детям сотрудников. Показать действительно есть что. Примечательно, что экспонаты нашли сами сотрудники полка ДПС. Конечно, не в земле, а у своих знакомых, родственников и знакомых поисковиков. В общем, постарались. Здесь действительно собрано очень много различных материалов, документов, наград. И, конечно, это хорошая штука для ребятни вот особенно, потому что не знают истории, не видят. Ну, иногда просто не читают даже, а здесь наглядно увидят что-то. Ну, и, конечно, это и ветеранов, если они сюда будут ходить, то это же ведь тоже воспоминания. Расположилась экспозиция в здании полка ДПС, что на улице Станционной в Новосибирске. Она временная, а потому работать будет только ближайшие два месяца. По вине вора-домушника, жительница Новосибирска Лилия Шин вместе с дочерью и полуторагодовалым внуком осталась без крыши над головой. На прошлой неделе преступник поджег их квартиру, пытаясь замести следы. Сгорели все вещи, а из-за сильного запаха гари в квартире невозможно находиться. Общая сумма ущерба составляет более миллиона рублей. Таких денег ни у пострадавших, ни у родственников просто нет. Поэтому они обращаются к горожанам с просьбой помочь. Если у вас есть такая возможность, звоните по телефону, который вы видите сейчас на ваших экранах. Через несколько минут расскажем о том, кто из знаменитых российских актеров находится с гастролями в Новосибирске. Именитые артисты Государственного академического малого театра приехали с гастролями в наш город. Помимо классических произведений Николая Островского, артисты привезли премьерный итальянский спектакль. Художественный руководитель театра Юрий Соломин и народная артистка Людмила Полякова встретили с журналистами. Вот отчего людей боится. Ой, а разве кругом у нас люди живут? Ой, башки, да кто ж по-твоему-то? Волки, да овцы. Волки кушают овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать. Комедийный спектакль Островского «Волки и овцы» малотеатр с успехом ставит уже более 20 лет. Старая как мир история о том, что одним людям суждено быть простодушными и кроткими, как овечки, а другим – хищными и опасными, как волки, никогда не утратить своей современности. Вот и на этот раз гастроли Государственного академического малого театра в Новосибирске не обошлись без этой постановки. Помимо нее, артисты привезли с собой пьесу «На всякого мудреца довольно простоты», которая во все времена звучит остро и злободневно. Эти классические произведения вряд ли когда-то утратят свою современность. Когда нам задают вопрос, а почему вы не ставите современные пьесы и так далее, мы отвечаем, что что значит современность. Это проблема, наверное, какая. Если вы хотите посмотреть о чиновниках что-то, такую гадость, пойдите посмотрите «Ревизор». Вот он у нас уже давно и вообще не сходит. Малый театр является членом Союза театров Европы. Поэтому помимо произведения Островского, в наш город они приехали с премьерой итальянской комедии Филумена Мартурана – одну из главных ролей, в которой играет Юрий Соломин. Вообще, Малый театр – один из старейших в России. В октябре следующего года он будет праздновать юбилей – 260 лет со дня образования. Богатейшая история, традиции и опыт бережно хранятся и приумножаются современным коллективом театра. Я могу только рассказать о уникальной, вот я настаиваю на этом и уверена совершенно, что это уникальная труппа в Москве. Я с гордостью, я с гордостью говорю, что у нас уникальная совершенно молодежь. Творческая жизнь театра чрезвычайно активна и плодотворна. В прошлом сезоне они объехали 10 городов. В этом году – не менее напряженный график. После гастрюли в Новосибирске их ждут зрители Севастополя, Сочи, Нижнего Новгорода, Сургута. Спектакли Малого театра очень любят за рубежом. Один только Вишневый сад трижды возили в Японию. Но что поделать, очень любят они Чехова. Причем не только японцы. Больше на Западе воспринимается, конечно, Чехов. Почему? Он по-человечески, да, он годится даже в Африке. Вот по человеческим взаимоотношениям. Там везде треугольник. Везде треугольник. Разрешаются проблемы сердца, отношения, любви. Что ж, современное искусство и культура достигли в наши дни определенных высот. Кое-где, может, чуть перестарались, а где-то и вовсе без цензуры не обошлись. Надо ставить пьесы, а не на потребу, не на шум, чтобы о тебе заговорили, что ты такой-то, сякой-то, розетки. Это шумим, братец, шумим. Где-то в Грибоедове говорится. Опять, куда ни шаг не сделай. Везде Грибоедов, Островский, Пушкин, Лермонтов. Ну, везде они уже все сказали. Так или иначе, еще Островский говорил, что без культуры и искусства нет нации. В этом с ним художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Полностью согласен. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова